Привет друзья! Существуют вот такие вот насадки на дрель или на УШМ для заточки или шлифовки чего-либо. Я думаю многие знают. У меня их две и поэтому я сделаю из одной две удобных приспособы. Для начала отделим липучку от основания. Теперь возьмем заглушку для 110 трубы и соединим вместе наши детали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сбоку заглушки сделаем пропил и два отверстия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также нам понадобится два болта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максимально утопим их в торцевой части заглушки. Ну а для большей надежности закроем эти места изолентой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, как это работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне было не всегда удобно стачивать какие-либо детали на плоской поверхности, к тому же наждачные круги с нужным зерном, особенно мелким, не так просто купить, а тут все просто решается. У нас осталась липучка, используем и ее. Сразу скажу, с прорезью я погорячился, потом расскажу почему. Берем убитую самую дешевую пилку и склеим вот такую вот штуку. Цена круга с таким зерном 8 рублей, тут хватит на 4 полосы примерно. Сама приспособа 80-90 рублей. В общем затраты это 150 рублей максимум. Очень удобная штука получилась. Почему я погорячился с пропилом? Так как на моем лобзике пилка заходит почти полностью в паз, ход приспособа получился под небольшим наклоном, но если бы я не утапливал зубья, все бы вышло четко вертикально. У меня осталась липучка, из которой можно сделать полукруговую и угловую насадку. Еще один совет, круги с большим зерном придя в негодность очень легко разделяются на две половины, и на них повторно можно приклеить обычную наждачку. Вот так-то. Ну а на сегодня все, лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч друзья, здоровья вам и вашим близким.